МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал Увидное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Передвижной медицинский комплекс начал работу на территории Ленинского района. По Ленинскому району будет курсировать вот такой передвижной диагностический комплекс, где будут вести прием как терапевты, так и узкопрофильные специалисты. 30 апреля в России отмечается День работника пожарной охраны. Хочу пожелать всем пожарным счастья, здоровья, всеми, чтобы все было хорошо. В парке Сосенки города Видное отметили Международный день танца. Мы, смотря на других, понимали, как нужно попадать в музыку. И я уже наконец-то начинаю попадать именно в музыку. В Ленинском районе начал работать передвижной медицинский комплекс. В нем ведут прием врачи разных профилей, а также можно сделать ЭКГ, флюорографию и сдать кровь. Оценить удобство выездной поликлиники первыми смогли жители горок Ленинских. А вместе с ними и наш корреспондент Екатерина Борисова. Теперь жителям отдаленных микрорайонов муниципалитета попасть в врачу станет гораздо проще. По Ленинскому району будет курсировать вот такой передвижной диагностический комплекс, где будут вести прием как терапевты, так и узкопрофильные специалисты. Меры это временное, но очень необходимое. Первыми оценить удобство такой выездной поликлиники смогли жители горок Ленинских. С 9 утра здесь ввели прием терапевт, хирург, окулист, невролог, лор и гинеколог. С чем в основном? С давлением. Волнуются люди, наверное, раз. Забывают принимать лекарства два. Ну и больше узких специалистов востребованы. Часть специалистов разместилась в самом передвижном комплексе, другая – в здании местного досугового центра. Параллельно здесь же люди могут пройти диспансеризацию в плане лабораторного обследования, сахар крови, общий анализ крови, уровень холестерина посмотреть, то есть необходимое обследование провести, сделать сразу же ЭКГ и флюорографию. Еще гинеколог у нас принимает. То есть, в принципе, все этапы диспансеризации одним моментом и захватывают. Любовь Петровна Алферова из деревни Белеутова сегодня впервые за долгое время смогла пройти комплексное обследование. Три года я в больнице не ходила, а здесь все рядом. А почему три года? Далеко, да? Далеко. И автобус полтора километра, а у меня ноги больные, я не могу ходить. Полтора километра до автобуса только дойти. Местные жители жалуются, в округе нет даже медицинского пункта с дежурной сестрой. Поэтому уколы многим приходится делать самостоятельно. Хотя помещение для медработника есть. Здесь, на Полковниково-14 в советское время располагался сестринский пост. Сейчас сделали ремонт как раз, все там готово. По требованиям, вот были из гостехнадзора, или как там, по требованиям сделали ремонт, пожалуйста, заезжайте. Хотя бы какую-то часть времени, чтобы сидела медсестра и назначенная врачом уколы делала. Потому что не каждый может сделать себе сам, и тем более доехать до Горк-Ленинских или до Видного. Только за первые два часа работы выездного комплекса ВРКБ к медикам обратились 38 человек. 19 из них сдали кровь. Почти все пришедшие сделали ЭКГ и флюорографию. Вдохнуть и не дышать. Такие выезды планируется организовывать раз в месяц не только для взрослых, но и для детей. 6 мая поликлиника на колесах отправится в поселок Володарского. Екатерина Борисова, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ. 30 апреля в России отмечается профессиональный праздник огнеборцев, День работника пожарной охраны. А в 228-й пожарной части в поселке Развилка еще и исправили новоселье. К ним и отправилась с поздравлениями наша съемочная группа. Заступление на дежурство начинается с одной и той же обязательной процедуры – проверки оборудования. Ведь от его работоспособности порой зависит жизнь и безопасность как самого пожарного, так и людей, которых потребуется спасать из огня. В частности, сейчас начальник караула Руслан Миргасимов испытывает снаряжение для дыхания. Мы осматриваем сам аппарат. Все шланги высокого давления, низкого давления на внешние дефекты, есть ли они или их нет. Вот, да, наблюдаем, нигде ничего не порвано, порезов никаких нет. После этого надеваем голову. Это здание пожарной охраны построено в 1968 году. Когда-то оно обслуживало только в ней газ и газоперерабатывающий завод. Об этом свидетельствуют закрашенные сегодня буквы на фронтоне здания. Теперь здесь располагается 228-я пожарная часть. Она входит в большой коллектив Московской областной противопожарно-спасательной службы. Музул Пашпас – это порядка 8 тысяч человек. Кроме того, у нас еще есть добровольцы, которые активно участвуют в тушении пожаров. Это порядка 3-4 тысяч человек. И вся эта группировка направлена на то, чтобы как можно повысить безопасность наших жителей на территории Подмосковья. Внутри здания сделан ремонт. Теперь здесь с комфортом можно и отдохнуть, и даже спортом позаниматься. Несмотря на то, что сегодня у огнеборцев профессиональный праздник, дежурство проходит без инцидентов. Чтобы еще раз проверить боеспособность, устраиваются учения. После тревожного звонка бригада готова к выходу в считанные секунды. И это не фигура речи. 228-я часть, хоть и расположена в развилке, обслуживает 11 населенных пунктов Ленинского района. Общая площадь, за которой нужно приглядывать пожарным, составляет 44 квадратных километра. Зато недолгое время, пока часть располагается в новом здании, сделано немало. 590 выездов, из них 60 чисто на пожары. Это не только у нас в районе, но и мы выезжаем и в город Видное, и Молоково, Володарка. То же самое оказываем помощь практическую. За короткий период, это 4 месяца, у нас потушено более 5 пожаров. Спасено 6 человек. Всего в части служит 28 человек. На дежурство каждые сутки заступает 5-6 огнеборцев. Часть оснащена по последнему слову спасательной техники. Конечно, главная гордость – это автомобили. Но есть немало и других, весьма важных, в том числе и для спасения людей, приборов и оборудования. При нахождении пострадавшего, газодымозащитник подключает средства спасения к своему аппарату. И средство спасения автоматически подается в воздух. Газодымозащитник надевает средства спасения на пострадавшего и, собственно, защищает его от воздействия дыма. Сегодня Мособлпошспас не только принимает участие в тушении огня, но и проводит разъяснительную работу с гражданами. Неизменно главными зрителями показательных выступлений и обучающих мероприятий становятся дети. Жители Подмосковья знают – эти люди придут на помощь по первому зову. Праздник уже 370 лет. Если считать его от указа царя Алексея Михайловича, действительно, все эти годы пожарная охрана становилась сильнее и сильнее. Сейчас мы видим абсолютно профессионально подготовленных людей. Мы видим хорошую технику, которая находится у нас. Хочу пожелать нашим всем пожарным счастья, здоровья. В семье, чтобы все было хорошо, чтобы заработная плата повышалась. Она сейчас у нас повышается, это очень здорово. Ну и самое главное, как говорится, сухих рукавов. Всего самого хорошего. Сотрудники нашей телекомпании также присоединяются к этим поздравлениям. Максим Козлов, Егор Хлябич, Александр Будников, Сергей Ларин. Видное ТВ. До 30 апреля подай декларацию. Под таким слоганом проходила ежегодная декларационная кампания. По этому поводу на протяжении апреля налоговая инспекция несколько раз проводила дни открытых дверей, на одном из которых побывала и наша съемочная группа. Подробности в сюжете Арсения Рогозянского. День открытых дверей в Федеральной налоговой службе призван помочь гражданам в подаче налоговой декларации. Специально для этого учреждение продлило свой рабочий день до 8 часов вечера, а также работает по субботам. В апреле это уже четвертый день открытых дверей. Во время их проведения инспекция делала особый упор на помощь физическим лицам в подаче декларации о доходах. Отчитаться должны все физические лица, которые получили доход от продажи недвижимого имущества, которое находилось в собственности менее предельного срока владения, это 5 лет, либо если имущество приобретено до 1 января 2016 года, это 3 года владения. От реализации иного имущества, находящегося в собственности менее 3 лет, при получении подарков от физических лиц, не являющихся близкими родственниками, также при получении дохода от физических лиц, не являющихся резидентами Российской Федерации. С 1 января и до конца марта около 179 тысяч жителей Московской области отчитались перед налоговой службой за прошлогодний доход. Однако многие подавали декларацию в последний месяц ежегодной кампании. Если честно, очень сложно заполнять, когда ты не разбираешься в этом. Но спасибо, да, здесь действительно очень помогли, проконсультировали, объяснили. Разобраться во всех тонкостях заполнения бумаг гражданам помогает администратор зала налоговой службы Светлана Демина. За отзывчивость благодарные жители дали ей особое прозвище – Небесный Ангел. К неофициальному званию она относится скромно, однако сходство с Неземным и Светлым действительно имеется. За справочной стойкой она с радушием встречает, подсказывает и направляет каждого, кому нужна помощь. У нас есть гостевой компьютер, программа установлена по заполнению декларации, очень удобное заполнение, пошаговая инструкция, и мы всегда поможем, подскажем. Можно заполнить таким образом. Можно заполнить по бланкам, образцы которых тоже у нас есть на стоечке. Можно по образцу заполнить, с вопросами обращаемся, все подсказываем. Тем, кто не успел подать декларацию, грозит штраф от 1000 рублей, а заплатить налог по представленному доходу необходимо до 15 июля. В городе Видное отметили Международный день танца. Красочное мероприятие состоялось в парке Сосинки. На нем побывала и наша съемочная группа подробностей в репортаже Анастасии Гореловой. Жители Ленинского района продолжают радоваться теплу и не пропускают ни одного события на открытом воздухе. Не остался без внимания и Международный день танца. К празднику готовились основательно и не один день. Сегодня в Международный день танца мы пригласили всех жителей, ребятишек, чтобы они пришли и вместе с настоящими профессиональными танцорами изучили те или иные, может быть, не самые сложные движения, но уверен, что им это очень понравится и уже какое-то, пускай и небольшое, но у них будет представление, чем, например, танго отличается от вальса. К празднику танца семья Рахвальских готовилась вместе. Александра, профессиональный хореограф, проводила для детей и взрослых мастер-классы. Ее дочь Наталья рисовала аквагрим, а бабушка семейства напекла пирожков, которыми мог угоститься любой желающий. Сегодня мы здесь празднуем, отмечаем Международный день танца. Мы готовились почти две недели. Вот, подготовили шарики, напекли пирожков. Детишкам бесплатно будем раздавать конфетки и рисуем аквагрим бесплатно. Хотя это, ну давай попробуем с тобой нарисовать это. Организовывали праздник не только взрослые, но и дети. Ребята вместе со своим хореографом подготовили зажигательный номер. Трудно было удержаться и не начать танцевать вместе с ними. Мы тренировались, у нас все время был какой-то, получался какой-то опыт. Потому что у нас в конце всегда происходил такой опыт, это, батл, батл, что-то похожее на батл. И мы, смотря на других, понимали, как нужно попадать в музыку. И я уже, наконец-то, начинаю попадать именно в музыку. Как попадать в музыку и другие хитрости танца раскрыл ребятам хореограф Роман Коновалов, дав небольшой мастер-класс по хип-хопу. Я сам танцевал раньше бальные танцы, до сих пор танцую уже лет 15, хип-хоп я уже тренирую лет 5. Это, ребята, мы делаем заявку на международный фестиваль по уличным танцам. Так что все здорово, вы видите, но первый, блин, у нас некому, все здорово, видите, много зрителей, много участников. Атмосфера царила невероятная. Воздух был заряжен энергией, только ленивый не танцевал. Праздник оставил под впечатлением всех гостей. Екатерина Борисова, Анастасия Горелова, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Винетера. В бассейне «Дельфин» прошли товарищеские матчи по водному полу между воспитанниками оздоровительного центра «Извидного» и «Развилки». Эти встречи дают юным спортсменам возможность продемонстрировать свои лучшие навыки и умения, а болельщикам дарят немало захватывающих минут. Екатерина Коваленко понаблюдала за ловкими и быстрыми ватерполистами. Десятки юных спортсменов из оздоровительных центров «Извидного» и «Развилки» стали участниками традиционных товарищеских матчей по водному полу. Возрастных группы две, младшая от 10 до 14 лет и старшая, где за победу борются ребята 2001-2005 годов рождения. Право попасть в команду получают лучшие из лучших. И это непросто, ведь с каждым годом водное поло пользуется все большей популярностью. «Группа у нас полностью заполнена, и «Развилка» видна, то есть всегда 30 человек группа. Это игровой вид спорта, всегда с удовольствием ребенок занимается, нежели в плавании. В плавании более монотонный, тут, конечно, командная игра, общение, дружба здесь обязательно». Товарищеские встречи проводятся на регулярной основе с периодичностью 1-2 месяца. Хозяева площадок меняются, игры проходят поочередно в «Развилке» и в «Видном». И хотя они носят дружеский характер, но одновременно с этим позволяют спортсменам в условиях соперничества продемонстрировать волевой дух и укротить воду и мяч. «Водное поло – своеобразный сплав баскетбола, футбола и, конечно, плавания. И чтобы победить, ватерполисты нужно проявить самые разнообразные качества, ловкость, умение молниеносно принимать решения и работать в команде». Все ватерполисты усиленно готовились к сегодняшней встрече. Отрабатывали броски, оттачивали технику плавания. Вообще занятия в секции водного пола проходят три раза в неделю. Два на воде и один в спортивном зале для общей физической подготовки. Тренировки сплачивают ребят и делают из них настоящую команду. Какая же она? «Массивная, сильная и мощная. Никто не устоит перед нашей мощью, наверное. Когда играем, всегда выкладываемся на все стопы. Вроде бы не было такого, когда кто-то что-то не делает или делает не так. Вроде бы все участвуют в игре». Подобные матчи можно смело назвать выставочными. Не зря на них собираются родные и близкие спортсменов, чтобы посмотреть на увлекательную и захватывающую игру. «Впечатление хорошее. Первый раз такой опыт у нас. Мы как бы раньше тоже занимались. Но видно, что ребята некоторые очень сильные, очень подготовленные. Но есть к чему стремиться, остальным. Есть к кому подтягиваться». «Тяжелый вид спорта, конечно. Постоянное ускорение в воде. Гол забили. Выкладываются, выкладываются, стараются ребята». По итогам соревнований в обеих группах победителями стали видновские ватерполисты. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ. И в заключение выпуска расскажем о прогнозах синоптиков. А они предсказывают, что завтра, 1 мая, утреннее прояснение не сделает большой погоды на фоне облачного в целом дня. Без осадков температура плюс 14 градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова